Письма в прошлое и настоящее. Ученики гимназии номер 32 решили присоединиться к Всероссийскому фестивалю детских эссе. Задание – написать письмо, адресованное современному российскому солдату или же тем, кто воевал за отчизну в прошлом. Ни одно послание не обошлось без теплых слов благодарности военнослужащим, которые ежедневно рискуют жизнью. Я его написала нашему современному солдату, который сейчас стоит на данный момент на границе или находится в горячих точках. Потому что я понимаю, что это очень сложная работа, которая несет за собой большую ответственность. Потому что он защищает честь страны. В принципе, это даже не главное. Он защищает нас. Многие ребята выбрали адресатом письма ветеранов Великой Отечественной войны, бравых солдат, которые 4 года сдерживали натиск оккупантов. Эти люди заслуживают настоящего искреннего уважения, чтобы написать им письмо. Я написала в своем письме, что я выражаю им огромную благодарность и то, что ужасы войны никогда не будут забыты. Мы всегда будем помнить. Фестиваль «Письмо солдату» – совместный проект федерального детского омбудсмена и юнормии. Уполномоченные по правам ребенка в Ванской области Татьяна Океанская уверена, что это отличная возможность обратиться к тем, кто стоит на страже наших рубежей. Всех желающих призывает присоединиться к доброй акции. Школьники или учреждения доп. образования, библиотеки, детки, которые посещают библиотеки, какие-то клубы при библиотеках, например, приемные семьи. Дети, которые у нас находятся в учреждениях социальной защиты, могли принять в этом мероприятии участие. Эссе – не единственная форма участия в фестивале. Если слов не хватает, можно нарисовать. Ученики начальной школы взяли в руки краски и кисти и пофантазировали на тему служения Отечеству. Я нарисовала вечный огонь, чтобы показать, что мы помним не только тех солдатов, которые сейчас, но и тех, которые служили в Великой Отечественной войне. Одни аккуратно выводят фигуры российских военных в форме, других привлекает тема вооружения. На бумаге тяжелые самоходные машины и танки. На этом рисунке изображены танкист и летчик. И надпись «Служу России». Это значит, что наши солдаты в любую трудную минуту смогут помочь нашей Родине и защитить ее. Все письма и рисунки отправятся в воинские части по всей стране. Кроме того, жюри выберет несколько десятков лучших эссе, которые издадут в специальном сборнике. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.